Пенсия на карту с 1 октября нужно успеть открыть счет в банке. А что, если вообще не открывать? Это самый частый вопрос, который сейчас задают пенсионеры. Если пенсионер не перейдет на счет с 1 числа, то пенсия будет ему приостановлена, потому что изменения вступают в силу с 23 сентября. И здесь мы ничего не можем сделать. Мы должны исполнять закон. Поэтому он даже если не откроет первого, пусть он откроет впоследствии, мы все равно в течение двух рабочих дней ему зачислим и перечислим деньги на его расчетный счет. Еще вопрос касается тех, кому через пару месяцев 70. Ведь именно с 70 лет открывать счет не обязательно. Мне 70 лет, вот через три месяца буду 70 лет. Я родила пять детей. У меня пять детей, 14 внуков, 7 правнуков мою. И вот не могу, я уже на ноги. 27 год стажа у меня. Я не могу ходить ногами. Понимаешь, ноги не несут. Все равно лучше открыть расчетный счет, что пенсия зачислилась. Потом, если он уже пожелает, он может вернуться на ведомость. А вдруг пенсионеру понравится, он будет дальше получать. Потому что зачисление пенсии у нас происходит первый-второй рабочий день. Это быстрее, чем когда у них доставка. Что делать, если по каким-то причинам пенсионер сам не может прийти в банк, например, из-за болезни. Вот ответ на вопрос. Звоните в СОБЕС по месту жительства. Помогут. Мы сделаем заявку, оформим. Напишем, в какой банк он желает обратиться. Агрос, Бербанк или Ксимбанк. Мы дадим заявку в банк. И банк выйдет ему на дом, примут у него заявление, откроет ему счет. Конечно, сейчас пенсионеры переживают. Счета, карты, дела непривычные. Но на деле все не так сложно. У меня карточка лучше получать, потому что мне удобнее. Я могу по карточке и услуги уплатить. Все. У меня так легче. Я знаю, что я не потеряю ничего. У меня есть деньги на карточке, я знаю, и я плачу. В очередях я не стою, чтобы стоять за деньгами или идти, вот, например, снять деньги, если мне нужны. Я не стою в очереди. Я иду в банкомат, я себе спокойно снимаю. Ну, разобрались с банкоматом. Ничего сложного нет? Ничего. Ничего. Держи бы знать свой код и силы. Изначально было там где-то полгода наличными. Ну, тяжело, потому что носили на дом деньги. Не всегда получалось работающим пенсионерам находиться дома. И надо было идти на почту получать. А сейчас без проблем. Я перешла на карточку. Меня устраивает. И еще раз о том, как открыть счет. Нужно лишь обратиться в любое отделение банка. С собой паспорт и пенсионное. Исключение инвалиды, первой или второй групп, люди старше 70 и жители сел, где нет почты или отделения банка. Всем этим людям пенсию по-прежнему принесут наличными.